видео будет о так называемом кратере Геленландии я напишу точно его название я уже делал по нему видео не такое небольшое короткое и вот ну по разным причинам я пришлось его удалить я решил его перезагрузить чтобы обновить во первых информацию о нем а во вторых больше рассказать о том что мне удалось узнать ну некоторые люди называют этот кратер якобы что он вызвал ноя в потопа ну я первый скажу что это не так и что ноя в потоп вызвал буркле кратер в индийском океане и это событие произошло примерно 5800 5600 лет назад ну то есть 3600 и 3800 годы вашего короба буркле кратере а также вот так но и он живут на пештым он же атрахасис он же зилу судра представитель месопотамского болит культуры который жил в городе шурупак примерно в 3600 800 году до нашей эры теперь я хочу рассказать все таки больше о кратере в гренландии значит согласно некоторым версиям этот край именно этот кратер а также кратера который был обнаружен на севере сша вызвал так называемую конец ледникового периода и гибель мамонтов возможно было падение какого-то часть частей кометы либо крупного астероида который разделился на несколько частей и довольно таки крупные осколки упали в север сша и в гренландию оба попадания были в ледник причем оба попадания растопили двухкилометровый слой ледника и вызвали можно сказать что циклопическое цунами которое прошлось по большей части планеты и скорее всего что именно этот цунами зацепила якутию и вызвала гибель огромного там может может даже сотен миллионов мамонтов 60 носорогов саблезубых тигров пещерных медведей они же называются короткомордые медведи огромного числа волков крупных волков и прочих видов животных ледникового периода то есть это многие миллионы особей очень и очень и такое как бы мало мало известны события о нем почти никто не знает мы о нем мало кто говорит так как кратера обнаружили относительно недавно и даже кратер на севере сша тоже обнаружили относительно недавно обнаружили вот только потому что ну там он вызвал как бы прогиб пластов вот этого страшного удара в двух километровый ледник он расплавил моментально весь тот ледник и ну обнаруженные как бы следы этого удара то же самое в гренландии в гренландии диаметр кратера примерно 31 километр что самое интересное что такой же диаметр примерно и кратера был и буркле в индейском океане тоже около 30 31 километра на глубине примерно 45 километров это 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 были циклопические события которые ну конечно не такие масштабные как например шива кратер и как например кратер земли уилкса в антрактиде и близко не такие но тоже конечно очень ощутимые сопровождаемые различными огромными катастрофами огромными событиями с массовым вымиранием миллионов вид же видов животных то есть никакие люди не не ответственны за гибель мамонтов и есть еще одна интересная версия что какая-то часть мамонта уцелела и возможно на острове врангеля они еще были да вот удара в индийский океан и буркле кратера и примера был ли потоп все ли это выдумка я хочу сказать что поток был и неоднократно конечно не такой всемирный как вы описано в библии никакие верхушки самых высоких горы близко не были покрыты но возможно циклопические цунами 500 метров километр полтора километра высоту возможно были от падения вот этих вот кратер от падения этих крупных астероид и если астероид падает на огромнейшей скорости например в индийский океан и на глубине 4 километра образуют кратер 31 километра представляете какое должно быть цунами сколько миллиардов там триллионов кубометров воды моментально испарилась и на какой огромной скорости это цунами по прокатилась по всему индийскому океану и не только по нему оно пошло и дальше но конечно там уже сила конечно намного слабло намного меньше было ну было какой-то цунами принципе во всех прибережных районах но особенно в индийском океане а тот кратер который ударил по гренландии цунами ударила по сша частично по европе и частично она прошла весь ледовитый океан и ударила по сибири по северу европы то есть она растопила моментально при таком ударе и очень огромное количество ледников растопилось там двухкилометровые ледники причем кинетическая сила удара вызвала движение волны она подхватила эти ледники частично и эти ледники вместе с цунами ринули на север европы и в сибирь ну частично там они растопились частично с кусками льда и все это шквал поток ну рванул на север сибири и на север европы теперь я хочу еще раз описать что же вызвал вот этот ну возможно он возможно и не один я скажу что только обнаружили два кратера которые приблизительно произошли в одно и то же время это север сша и в гренландии причем в гренландии обнаружено несколько кратеров и самый последний именно вот этот и когда советские но не только советские ученые производили раскопки мамонтов в якутии то один из этих ученых палеонтологов археологов сказал что такое десертление что с огромнейший страшной силой поток подхватил этих мамонтов вместе там с бревнами с с льдом ну там уже не только мамонты были там и шерстистые носороги саблезубые тигры и все это всех этих животных подхватила перемешала в 10 накатов и и стала вечной мерзлотой то есть есть еще версии что возможно вот эти может не один ну ну я не вы что именно оно прошло в один момент но возможно эти два удара вот этих два кратера вызвали смещение земной оси небольшой там на градусов 15 и вызвали вечную мерзлоту в сибири потому что до этого когда был ледниковый период европе в сибири скорее всего что было относительно тепло конечно зимы там тоже были но такой вечной мерзлоты как сейчас там не было а в европе была вечная мерзлота и гигантский ледник и скорее всего что каждое наступление ледникового периода начала и окончания вызывалось падение крупного стероида и 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 Субтитры создавал DimaTorzok А кратер земли Уилкса в Антарктиде, его диаметр кратера 550 километров. И вот некоторые ученые предполагают, что именно вот этот кратер земли Уилкса вызвал сибирские трапы. То есть он датируется примерно 255-270 миллионов лет назад, ну ориентировочно там, точно сказать никто не может. А Шива кратер датируется примерно 65-64 миллиона лет назад. И именно Шива кратер вызвал гибель всех динозавров. А кратер земли Уилкса вызвал так называемый, по-моему, Пемпское вымирание, когда вымерло 98%... Еще раз хочу сказать, что на земле как минимум крупных кратеров больше 100. Самые крупные из них это 500 и 550 километров в диаметре, по крайней мере из всех 100 обнаруженных. Возможно, есть еще и больше. Возможно, там где-то в Тихом океане найдут. Как их находят? Проводят бурение. Ну, в Антарктиде просто определили там по геологическим признакам. А, например, в Индийском океане проводили бурение и обнаружили следы кварца, который разрушен там чуть ли не на молекулярном уровне. Так называемый шок от кварца. И вызвано это только очень страшными ударами, то есть столкновением с крупными астероидами. И никакие вулканы такого вызвали. Человечеству примерно 40 тысяч лет, я имею в виду только о кроманьонцах, о тип кроманьонцев, то, ну, может 20, может 30 таких крупных кратеров уже обнаружено. Ну, относительно крупных. Несколько кратеров есть в Сибири. Вот недавно упал, там, относительно, в 907 году, Тунгусский метеорит, который взорвался на очень большой высоте. Неизвестно, то ли это было старое. Некоторые, там, фантасты предполагают, что так вот НЛО взорвался. Ну, кто его знает? Если есть следы радиации, может и НЛО. Кто вам скажет? По крайней мере, там, что интересно, обнаружили такие маленькие шарики, расплавленные там, где упал Тунгусский. И, кстати, надо будет сделать видео по Тунгусскому метеориту. Тоже очень интересное событие, которое произошло вообще относительно недавно. И если бы такой вот метеорит, например, упал над каким-то городом, то этот город был бы стерт. Даже многомиллионный город. Ну, что еще хочу сказать по этому кратому в Антарктии, в этом, в Гренландии. Он, там их несколько. Именно о том, о ком я веду речь, он датируется примерно 12 тысяч лет назад. То есть, в конце ледникового периода, возможно, он именно вызвал конец ледникового периода. И упал не один астероид. Их упало, как минимум, несколько, может, даже их и больше. Может, это какие-то части какой-то кометы, которая распалась в атмосфере Земли. Некоторые предполагают, что это какая-то была луна какая-то, ну, спутник Земли. Кто его знает? По крайней мере, то, что мне удалось узнать, то и рассказал. То есть, если вам кто-то скажет, что именно этот кратер вызвал Ноев Потоп, это не так. Ноев Потоп вызвал Бурклейк кратер в Индийском океане. И произошло это примерно 3800-3600 год до нашей, в конце каменного века, гибель Месопотамской убейт-культуры. А вот этот кратер, о котором я говорю в Гренландии, он, возможно, вызвал гибель мамонта. По крайней мере, большей части мамонтов. И шесть из их нацеровов, и, возможно, вызвал конец ледникового периода в Европе. Но при этом наступило частичное похолодание в Сибири и на Аляске. Ну, там... Сибири и на Аляске. 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 Сибири и на Аляске.